А? А? Кто помнит этот магнитофон? Ставьте класс! Итак, всем здравствуйте! С вами я, как всегда, в принципе. Сегодня, я так думаю, вы уже догадались, что это за магнитофон, а это у нас магнитофон... Это у нас магнитофон Астра-4! Да ладно! Он раньше у меня тоже вмеркал в некоторых видео. Ну, сегодня, в принципе, давайте сделаем на него небольшой обзорчик. Так как он уже практически отремонтирован, готов к работе, не работает только перемотка назад, в принципе, что печально. А так у нас все режимы работают, в принципе, даже исправно. Итак, давайте начнём с обзора. Итак, это у нас ручка рода работ, то есть перемотка назад, стоп, воспроизведение, стоп, перемотка вперёд. В принципе, ничего сложного. Этот у нас рычажок... Это у нас рычажок пуск, это у нас регулятор громкости, также включатель-выключатель магнитофона. Это у нас регулятор уровня записи, кнопка записи. Прежде чем начать запись, надо зажать эту кнопку, повернуть рычажок и, в принципе, нажать вот этот вот рычажок. Так, дальше у нас есть ручка селектор входов, чтобы записывать микрофон, звукосниматель и радиоприёмник. Итак, дальше у нас идёт тамбур низкий и высокие частоты, а также индикатор уровня записи. Дальше у нас есть переключатель скоростей. Девятое и четвёртое. В принципе, вот так как-то. Сейчас давайте я поставлю, найду какие-то катушки, поставим и посмотрим, как он у нас с вами работает. Итак, установил я тут какую-то плёнку, нашёл. Не знаю, что на ней записано, так как это плёнки ещё дедушкины записи. Он мне отдавал когда-то. Вот, подарил. В принципе, вот две катушки. Не знаю, что на них записано. Давайте посмотрим, что, в принципе, на первой записано, а потом на второй. Так, зелёный индикатор у нас загорелся, значит, магнитофон готов к работе. Давайте введём ручку в вертикальное положение и нажмём пуск. Так, я пока ещё ничего не слышу. Так, что-то очень слышно. Какие-то помехи. Чё такое-то у нас? Надо отрегулировать ещё лентопротяг. Я, и я думаю, что бы оно что-то. Если я не ошибаюсь, здесь у нас поет Игорь Тальков. Игорь Тальков. Итак, ну в принципе, давайте посмотрим, что у нас на второй пленке. Итак, поставила я вторую катушку. Сейчас посмотрим, что на ней. В принципе, давайте включим рычажок и пуск. Так, сделаем чуть-чуть потише. Не знаю, что у нас тут записано. Давайте чуть-чуть перемотаем вперед. Мотаем, мотает он, как мы видим. Ну как, подразогнался чуть-чуть. Но мотает он не ахти, конечно. Прошу не судить за качество записи, так как сделана эта запись фиг знает когда. Да, поэтому я без сути за качество. Ну примерно, примерно по цвету ленты можно определить то, что это годы 70-е. Отличить. Вот, сейчас я остановлю. Стоять. Это рыжеватая. Я не знаю, видно или нет. А это у нас вот такая, смотрите. Тут она чуть-чуть рыжеватая. Тут чёрная. Давайте ещё перемотаем вперёд. Так, нажмём стоп. Воспроизведение. В принципе, записана тут какая-то программа. Или какой-то концерт. В принципе, это какой-то концерт. Луи Амстронг. Если я не ошибаюсь. Нет, ну это не сам Луи Амстронг, конечно же. Может быть, когда-то я запишу, но уже не на этих плёнках, это точно. Так, давайте попробуем. Да, как мы видим, если нам нажать чуть-чуть, магнитофон у нас ускорится. Хотя он и так нормально намотает. Ладно, давайте нажмём стоп. В принципе, я не знаю, что тут записано. Ладно, давайте на этом будем заканчивать. Если вам понравился данный видеоролик, данный магнитофон, поставьте класс. С вами был я. Всем удачи и всем пока.